всем привет друзья лапку вверх ставьте сразу потому что вы на моем канале на нашем канале с космокотом на сферату и сегодня у нас очередная серия лисицы китсуны точнее легенды и вы давайте без долгих предисловий приступим и так у нас сегодня третья серия мэй заводит необычное знакомство как интересно блин как же мне нравится эта история ребят вы только знали и так голова 3 побег о с какой тоской из клетки птица глядит на полет мотылька борясь с собой чтобы затравленно не оглядываться мэй быстро уходила все дальше от городских ворот ночью на улице я у стража наведу в постоялом дворе одинокая девушка могут найти желающие стать покровителями и спрашивать не станут хочу или я этого помощи не будет оплата вперед возьмут понятно чем куда еще идти нужно придумать как теперь поступать постоялый двор либо старый сарай холод и опилки блин ситуация отстой на самом деле вы прикиньте вы всю жизнь жили в окея до в по чьим-то присмотром я говорю господи все дети живут с родителями а потом вдруг хопа и свободная вольная жизнью и как бы вопрос хочу делать вообще куда идти где чем что 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 делать как зарабатывать и так далее воспоминания последних заставили мои передернуться она поморщилась потеряв начавшая соднить горло нет надо искать теплый ночлег не зная сколько придется жить на деньги от матушки кино ее девушка сильно экономила поэтому комнату сняла очень скромную служанка принесла горячей воды и расстелила чистую ветхую постель оставшись в одиночестве мои села поджав ноги и обхватив голову руками бред лихорадка морок этого всего не может быть страх не исчез к нему добавилась глухая тоска давайте не будем себя винить наставница погибла из-за меня что все-таки происходит а вдруг я и прям ведьма она нервно усмехнулась глупость какая к статусу гейши колдовство не прилагается мы и ты стала взрослой пора отрасти себе хвост чушь или нет ведь все началось с обряда балансируя на грани истерики девушка потерла виски не знаю как именно но это связано прикрыв глаза мои совершенно ясно поняла без помощи мне не справиться но я одна госпожа сумика учила никогда не знает что придет завтра следующее утро или следующая жизнь воспоминания теле завернутом в белый саван долго не давала уснуть наконец удалось забыться беспокойным сном ситуация конечно дебильная до грустно грустно но я думаю мы исправиться утро началось в конец разболевшегося горла и вошедший без стука служанки как она посмела посчитав что юный постоялеца в общем зале будет хуже женщина принесла и завтрак прямо в комнату молодец суп оказался невкусным а служанка болтливый пока девушка ела то пожаловалась на ранний снег затраты дров посокрушалась над разгулом преступности вспомнила что последний раз так много стражи видела когда несколько лет назад готовили сбежавшего из тюрьмы бандита посетовала на соседний постоялый двор так она неспроста это говорит но мы ее уже не слушала я знаю кто смог бы помочь вдруг скажет кому обратиться ему то уже все равно как увидеться что предложить в тюрьмах бывают окна она вспомнила про нашего красавчика преступника молодец когда надежды нет надо хоть что-то делать я не сдамся так просто она поднялась чувствуя себя гораздо лучше прошлась взад-вперед появившаяся цель придала сил первым делом придется выяснить где его держит надеюсь еще держит и казнь не состоялась в городской тюрьме или все же в замке даймю как это узнать идти в замок нет чё за бред послушать разговоры стражников может быть подкупить стражу у нас как бы чё так много денег я не поняла откуда идти к тюрьме но либо идти к тюрьме либо слушать разговоры стражников давайте послушаем разговоры это не так опасно а вдруг кто-то из них обмолвится хоть словом не каждый день все-таки бандитов на казнь привозят рано никто еще не собирается пообщаться ближе к полудню девушка приоткрыла дверь тихонько не привлекая внимание других гостей выскользнула на улицу самой бы не попасться да это уж точно участь в школе гейш мэй побывал во многих заведениях города чайный дом синяя рыба где проводили время делясь новостями воины и путешественники не был исключением прежде чем отправиться туда девушка решила позаботиться о и купила шляпу чтобы спрятать лицо и так у нас высокая шляпа обычная дебильная шляпа и дорогая мы берем дорогую потому что у нас алмазная лихорадка ну и потому что мы кицуны мы нужна была возможность слушать разговоры вокруг она рисковала привлечь лишнее внимание потому заняла столик не в центре зала а в углу тут же появился слуга почтительно замер в поклоне ожидая пока посетительница сделает заказ так мы выбираем тофу лосося или чай я люблю тофу и лосося но мы берем тофу это недорого и выглядит аппетитно она оглядела обедающих людей посетителей оказалось немало тем лучше мужчины поблизости говорили о чем угодно кроме того что интересовала девушку мы подождала немножко а затем до слуха долетела только представь одна оказалась ведьма и другая умерла по моему все ясно первое вторую убила молодая от старой избавилась освободила себе дорогу так сказать мы сосредоточенно погасила в себе поднимающуюся волну ярости чудно это с чего бы если они давно в моке оживут покровителя не поделили не знаю она ж по слухам лисица разве кицуны в городах обитают разве кицуны в городах обретаются мне интересно скоро ли ее излови да какую расправу чинят камнями забьют или в глине сырой изваляют и запекут ахон да ведьму уж верно здесь и нет убежала в леса той же ночью тут ты прав пожалуй мертвую то за воротами нашли а если кицуна убила гейшу из-за мужчины зачем тогда ей из города убегать загрызть его хотела да не смогла теперь прячется еще за чушь через время часть людей в зале сменилась девушка съела тофу а где разговоры о преступнике чтобы никто не задался вопросом почему она не уходит пришлось заказать еще дорогое блюдо которое долго готовилась и тогда в синюю рыбу зашел кто-то знакомый кто же это о самурай который нас за водичкой посылал а это он самурай был в сопровождении воина блин они сели прям к нам лицом девушка опустила голову закрываясь шляпой сев и отдав слуге распоряжение о еде мужчины продолжили разговор явно начатый на улице говорю тебе попросить к нам нет предпочитаю тракты в городе слишком много командиров не очень достойные слова я честно служу господину правда предпочитаю делать это по-своему а твоя служба не по мне кто-то должен охранять преступников охраняй для того я их и привожу кстати как там последний обычно сидит ждет своей очереди скоро вздернут осторожнее с ним смысле этот тип опасен непростой разбойник с чего ты взял опыт разные отребий я повидал он другой наверняка разговор о нем у этого самурая был всего один пленник а раз уж ты его поймал от нас не убежит в нижних камерах замки хорошие так он в нижних камерах окей самурай который проводил мэй и наставницу до города пожал плечами как знаешь ладно тебе спасибо за предупреждение и впрямь сейчас осторожность лишней не будет ты о чем для помощи в поисках какой-то девчонки у нас бойцов забрали непонятно так что охраны осталось пара постов до надсмотрщики у камер но повторю замки хорошие не сбежит а вот кстати о той девчонки это майка из океа госпожи кинуё да ты ведь знаешь такому году ему же поручили поиски верно он проявляет большую инициативу в том деле вот-вот кое-кто считает чрезмерную он понизил голос может быть раз вы знакома намекнешь ему об этом прислушаться конечно это о чем они там говорят выбор повлияет на историю в будущем госпожу кину ее в городе любит а года он создает ей неудобства к слову я познакомился с умика как раз незадолго до ее смерти к кино ее я хорошо отношусь очень и сумика знал лично потому объясни мне любезно что плохого в работе таком и разве не нужно поймать кицуне ты туда же какая еще кицуне рос казни по слухам году сам твердит что никакой ведьмы в океа не было и ничего указывающего на колдовство не произошло кто-то убил сумика майку это увидела испугалась и теперь прячется где-то а раз так то пусть он оставит гейш в покое ищут эту как ее юки мэй да мы совершенно обычная девушка я видел уж поверь пусть ищет разобраться в случившемся необходимо никто не спорит только не нужно столь пристально постоянно следить за океа гейшем это вредит господин киосуга и видел лисицу как я тебя сейчас даже ближе это очень уважаемый человек он не стал бы врать хотя ты прав возможно по словам такумы советник был пьян кто-то выходит врет знаешь версия стражи кажется мне больше похоже на правду помолчав воин кивнул передам но я ему не командир понимаю оставим это в дальнейшем они говорили о чем-то другом таком а году ему поручили мои поиски вероятно он отдавал приказы стражникам окея ставит под сомнение слова советника дайме утверждает что тот был пьян и за меньшая голову с плеч снимают мы тут же вспомнила увиденное в отражении он же не человек уже какой-то этот рогатый демон вскоре ей подали заказное блюдо не чувствуя вкус и девушка вяло поела чё за блюдо то хоть затем отложив палочки оба воина поднялись сейчас тюрьму до моя смена через час а ты домой они кинули несколько мелких монет и нам нужно мне кажется проследить за ними да давайте выждем давайте немножко выждем и пойдем если идти сразу за ними заметят и нельзя упустить мы и помедлила немного и вышла на улицу как раз вовремя чтобы увидеть как самура и его знакомые прощаются на перекрестке расходятся в разные стороны девушка последовала за мужчиной который служил в охране я выяснила где держит того человека но этого мало нужно узнать еще хоть что-нибудь например за что арестован тогда можно будет придумать жалостливую историю про бандита испортившего мне жизнь попросить позволения взглянуть на пойманного негодяя или сомнение тревога терзали моей она спорила с собой меня ищут а я вместо того чтобы прятаться сама к тюрьме иду ну блин у нас все героини просто немножко куку это нормально это нормально разве лучше сидеть и ждать пока найдут и убьют когда цель была уже близко девушка ускорила шаг судя по тому как почтительные караульные у ворот поздоровались с подошедшим воином это были его подчиненные они нас не видят типа ворот уж прям перед лицом как говорится анчу не видишь что девушка какая-то идет к нему обратились по имени аватару тамиясу аватару тамиясу как это использовать повторяя имя про себя она прошла мимо порыв ветра донес обрывок разговора рыбу уже привезли нет значит скоро убедитесь чтоб свежая была а то внутри ее проверять сегодня некому у поворота девушка остановилась наблюдая за охраной не прекращала думать как же с ним встретиться идея не было меня туда не пустят на что я рассчитывала ну реально как про как пробраться к тюрьме подкатила телега груженная бочками вот та самая рыба возница поздоровался с караульными и те начали осматривать груз оба воина оказались по одну сторону повозки так сердце начало бешено колотиться она пошла обратно к воротам блин вот сейчас надо проникнуть пробраться найти того преступника помочь сбежать предложив сделку безумие девушка не останавливалась телега была все ближе и так раз в некоторое время в истории случаются развилка путь по которому отправиться героиня зависит от того чего вы накопили больше способностей жемчужной лисы или янтарной единственный шанс допустим так у нас путь янтарной лисы я уже забыла это путь кого что за янтарной леса допустим я зайду как потом выбираться караульные открывали крышки бочек пахло соленой рыбой поднимут голову заметь от меня не решаясь пройти дальше мэй замерла свет от огня не позволил бы ей остаться незамеченной она хмуро посмотрела на пламя слишком яркая внезапно дальний очаг выбросил в небо сноп искор воины вздрогнули резко повернувшись в ту сторону чего это дрова сырые потому трещат сейчас она нырнула между портом повозки и створкой ворот а то есть она огонь типа вспышку сделала караульные ничего не заметили получилось девушка потёрла за зачесавшуюся ладонь а бедро охрана не ожидает что кто-то захочет пробраться сюда они следят за тем чтобы отсюда не сбегали на территории тюрьмы действительно было удивительно пусто пока они меня ловят по всему городу я здесь планировка оказалась простой двор несколько построек мы без труда нашла спуск к камерам главным было миновать посты ей пока везло только бы удача не отвернулась последний момент сырой пол крепкая решетка кандалы никакой возможности бежать монотонно капающая в дырку в углу камеры вода днем был первый допрос били мало больше запугивали утром появится палач и тогда начнет калечить облокотившись спиной о стену человек делал то единственное что было ему доступно экономил силы спал но как только из коридора донесся звук шагов сразу открыл глаза прекрасное чувство времени подсказала еще нет полуночи для нового допроса рано день казни не назначен да и еду не должны уже давать то есть происходило нечто необычное аккуратно стараясь не беспокоить едва затянувшуюся рану на боку пленник поднялся охранявший его воин тоже услышал кто там тишина эй понимая что тюремчик вот-вот поднимет тревогу моей вышла из темного коридора появление девушки немало удивило и узника и того кто его сторожил ты кто конь в пальто меня прислали господину аватару томия су чего зачем это не зря запомнила имя мы постаралась изобразить распутный взгляд здравствуйте вообще не выходит опыта в этом у нее не было но фантазии приобретенные в оке навыки актрисы помогли тюремщик поверил в смысле он совсем что ли того ладно но какого ёкая тебя сюда занесло как ты прошла я заблудилась господин из-за решетки раздалось красивая да к тебе такие как она в гости не являются охранник бросил ему заткнись снова глянул на девушку убирайся укажешь дорогу господин не скрывая злости и раздражение мужчина двинулся к коридору иди за мной оказавшись у него за спиной мои сделала первое что пришло на ум схватила факел со стены ударила тюремщика по затылку на тебе молодец пришлось добавить еще раз тело повалилось на пол пахнула паленными волосами впечатляет резкая какая да резкая как пуля дерзкая она промолчала наклонившись присмотрелась человек дышал жив если ты забралась сюда не только ради того чтобы долбануть его по башке то хватит тянуть ключи на полке открывай эту клятую решетку при условии да я не посчитал что ты прониклась безграничной симпатии пока поила меня водой ты узнал меня в интонация хузника проступили раздражение нетерпения слушай поболтаем потом в более приятном месте пора убираться отсюда он коротко потребовал условия выведешь меня из города и проводишь до безопасного места стоящий в камере человек задумался на миг договорились либо выведу либо умру открывай мы и взяла связку ключей я могу тебе верить пленник иронично спросил у тебя есть выбор но вот и все поверить и открыть конечно мы такие доверчивые ребят хорошо щелкнул замок мы открыла решетку пленник протянул руки теперь кандалы она без колебаний подобрала нужный ключ спасибо узник с наслаждением размял запястье затем посмотрел ей прямо в глаза взгляд был злым и колким я не обману тебя и помощи не забуду девушка молча кивнула как ты сюда проникла повезло охраны мало она кратко рассказала давай за мной держись шагах в пяти позади как мне к тебе обращаться к адзу твое имя мэй они переступили через тюремщика к адзу ну как тут все в порядке появился ватару тамиясу из коридора появился этот мужик его рука легла на рука из меча блин что делать к адзу пружинящим шагом тут же сдвинулся в сторону нужно отвлечь охранника обмануть или кинуть в него факел обмануть давайте обманем господин спасите изобразите ужас на лице оказалось просто девушка кинулась командиру охраны помогите воин растерялся не понимая что перед ним сообщники подпустил мэй вплотную она повисла у него на руке не позволяя обнажить клинок а кстати у нас появилась это другая леса наверное нет не этот ответ надо было выбрать ну ладно к адзу прыгнул вперед нанося удар в подбородок ох противник рухнул он живой да а тебя в следующий раз выпотрошить могут как рыбу не подставляйся я тебе вообще-то помогла это главное здесь во всяком случае караульные говорили с ним так кисло если был на обходе скоро его хватится наклонившись он забрал оружие к адзу двигался невероятно тихо мы не понимала как подобное возможно им по-прежнему везло на пути к воротам встретился только один боец которого удалось обойти стороной караульных к адзу оглушил столь же умело как и командира он мне нравится ребят у тебя темное пятно на боку проступила кровь они шли прочь от тюрьмы стараясь двигаться как можно быстрее потом он дернул щекой тревогу вот-вот поднимут полчаса час и патрули будут знать о побеге уходить из города нужно прямо сейчас он зашвырнул меч в кусты зачем ты это сделал он стоил денег да похер кто ты кто ты человек который решит твою проблему i'm a bond james bond куда интереснее вопрос почему майка не может пройти через ворота сама это мы тоже обсудим позже я больше не майка не только у меня выдались насыщенные дни как погляжу далеко позади раздался гулки медный звон дом 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 а вот и тревога скоро и все это что конец серии ребят на самом интересном месте как обычно блин вот я здесь лоханулась надо было выбирать что-то чтобы янтарная леса у нас было ребят кого янтарную лесу прокачиваем или жемчужную давайте напишите чтобы я понимала в какую сторону нам сторону огня или в сторону иллюзий идти я желаю вам всего самого чудесного и до новых встреч друзья пока пока